александр как вот ты считаешь вот сейчас образование оно какое вот качественная или или вот тупо люди за деньги учатся мне кажется и то и то ну как то это кто-то за день кто-то знает меня послушай есть на бюджетной основе есть тупо коммерческие как вот если представляешь бюджетный вариант ну как то никак но я могу тебе сказать как это каждый день надо туда ходить потому что поступил на бюджет проходной балл у тебя нормально ты поступил на бюджет дали тебе такую возможность бесплатно выучиться ты ходишь туда и учишься нож конечно туда просто ходите на уроках спать или чего-нибудь жрать там и спать а экономическая тема это короче ну платишь деньги тоже учишься ну там факт какой-то по ходу пьесы я точно не знаю но наверно можно туда вообще не ходить а просто потом как будет уже выпуска на замена захочник заученная форма обучения это вообще пришел бабла отстать от слюнявил короче потом купил блин где заплатил за диплом и вышел типа для галочки образование получил а я помню в медучилище в медуху поступал ну ты сам там короче я не поступил на зубного техника но ты летку не прошел да 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 не слепил там какая поступил на ферш на лаба лаборанта вот вот уж экзамены все-таки взял уех поту шпаргалки у такие вот я хватать почти в открытую вот на колено пол на ногу положил и она уходит вот так вот это которая принимает экзамен ходит и ну видно и все но просто там такое отделение что пацаны типа у нас двое было вообще в руку пацанов я и серёга забыл фамилию остальные бабу и типа лучше мужики фельдшер лаборант они типа того что редко редко встречаются ну представь два человека на руку и короче это поступил на фельдшера лаборанты ну а хоть до первой сессии там да уже сдал ну там на тройке стал но там тянули вас наверно зал ну да она я явно ничего нет я не знал почти что ничего она потом тройка паша за уши никого не тянут там просто конкретный ценник назначают и говорят плати бабу и все как то так делиться типа надо ты мы тебя здесь держим давай-ка делись своими накоплениями не хочет нету денег у тебя иди в микрозайм окунайся как то я короче там проучился давай до экзаменов до первых и все а так в морге была практика в областном нужно это там людишек резал не но людей не резал органы на на экспертизу приносили разу такую матку приносит на стол бах нужно сделать гистологический анализ какой-то ты сделал да там отсюда кусочек вырезаешь из центра и из другого этого конца и там я уж не помню как а чё-то не пошел шашлычником ну с мясом дело имел чего шашлычником не прошел работать потом рука то уже набитая да это так раз нужно принесли в общем саш ты не можешь точно ответить качественное образование сейчас или не качественно но конечно уже столько времени я уже писать практически разучился как так ну вот сегодня подожди где же писать а а вот как ноготь вырезать перед этим мне дал какую бумажку что я согласен чтобы при провели какое-то лечение там типа вот расписался как я блин пишу и они у меня букву как-то коряво очень больно получается ну навык пропал но тебе это вот как дурдоме говорят записывать все блокнот вот кино записывать что-то а то прикинь будешь план крест ставить вместо подписи когда так слушая вот что хотел спросить а вот сейчас на прием в поликлинику что там какие бумаги нужны какие вот паспорт и страховой позиции снилс вот это зеленый пластик больше ничего да а вот это qr-коды там да мне при клинике это а где вообще вот это прививку делали тебе давали как бумагу сертификат дали и что с ним к вид вак провакцинировал двух этих ну с двух раз сначала укол делают через три недели еще но он тебя никак не подействовало вообще ничего бока а ты же переболел зачем тебе там же они антитела их уровень снижается потом после заболевать ну пусть того как ты пролечился они у тебя могут быть могут всю жизнь быть могут что но там недели две побудут эти тела и все потом уже прививка нужно а как же эти антитела у сохранить ну я не знаю над ну на это видимо и прививка